Какие прогнозы на будущее для Ольги? Прогнозы я не даю. Ожидается судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Материал поступил в суд, поскольку известно, что измена тоже находится уже в здании суда. Когда начнется рассмотрение, неизвестно. А скажите, пожалуйста, еще. У нее, как в деле, много косяков, нет? Множество. Много? Очень много. Очень много косяков. И они жалуются сотрудниками? Начиная с того, что материал поступил в суд менее чем за 8 часов до истечения предельного срока задержания. Согласно уголовно-федицциальным законом, материал дела следователь должна была предоставить максимум в 11 часов 55 минут. Она его предоставила в суд. После обеденного перерыва это было уже где-то около 2 часов дня. И уже в таком виде, соответственно, вызывает сомнение факт законности рассмотрения данного ходатайства. А кто жалуется на нее? На нее, собственно, основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление первого заместителя директора парка Бабушкинского, на основании которого следователь возбудил уголовное дело. А она ему что-то сделала, директору? Нет, она ему ничего не сделала. Он сообщил, что была парализована деятельность парка, был причинен некий вред. И, собственно, еще два гражданина написали на нее заявление с просьбой привлечь к ответственности, поскольку им был причинен, по их мнению, моральный вред. Моральный? Моральный вред. Моральный. Это было сотрудника МЧС. Это все из-за того, напомню, что девушка залезла на дерево и сидела там. Из-за этого был причинен и моральный, и физический вред. Да, я так понял? Физического не было вреда. Ну вот директор-то сказал, что... Денежный вред тогда? Экономический, материальный. Материальный вред... Материальный, да? Да. Все, спасибо большое.